всем добрый день здравствуйте посмотрите какой милый рыжий зеленоградский кот я опять приветствую вас из города зеленоградск вы знаете к сожалению не получается выкладывать видео день в день но очень насыщенный у нас с а не канал самозанятая мама отпуск и вот тут сейчас я добралась до этих видео которое снимала пару дней назад да еще было достаточно прохладно и я решила все таки показать вам эти видео я смонтирую все-таки их небольшой небольшое видео чтобы вы посмотрели на другую часть набережной города зеленоградском вот здесь с этой стороны я вам все время как-то больше показывала центр курортный проспект тут часть променадки находится бювет королевы луизы и сегодня я вам показываю уже практически начало куршской косы ну вот первые два дня нам не повезло с погодой к сожалению но зато потом потом все было супер вот здесь как раз меня я вам выкладывала видео для меня не видеофото по моему было и видео кусочек и здесь я попыталась фотографироваться вот здесь вот и меня залило водой был такой вот ведь такие волны прилив резкий был волна была и я в кроссовках джинсах общем я залило так это довольно сильно а вот это здесь находятся ресторанчики гостиницы и вот такие очаровательные музыканты и вот такая у них мелодия выходит из нот с бабочками и цветами здесь очень много таких симпатичных всяких скульптур от памятников каждый старается свой магазин или кафе или ресторан или гостиницу привлечь внимание очередной зеленоградский код они здесь не голодают за ними здесь все ухаживают кормят я уже говорил и рассказывал своих видео что зеленоградский считается городом котов и кошек здесь особое отношение к ним и практически на каждом шагу вот увидите везде изображение этого животного и конечно же фигурки различные магнитики как угодно это обыгрывается конечно для туристов и ну в этом я не вижу ничего плохого на самом деле это здорово что у города есть свои легенды ну вот здесь вы видите отели променад кафе променад и вот черта вот как называется колесо обозрения вы называли чертовым колесом раньше не знаю как сейчас вот я не помню честно говоря было ли это колесо когда я была здесь прошлые разы но по-моему это что-то новое не буду у вас водить заблуждение вот куда мы идем эта площадь называется часть променада называется розы ветров тоже отель да наверное Да, да, раздевался. Удивительно, какое море разное, вот когда видишь его вот таким вот бурным и спокойным, просто не верится, что одно и то же море. А вот здесь, я вам сейчас покажу, тоже возле отеля, возле ресторана, установлены скульптурки, такие маленькие, ну дети, играют дети, вот во всех вариантах тоже. И купальщица, или она там, я не знаю, как это назвать, вот. Ну, в принципе, я всегда за такие милые украшения города, мне нравится. Даже вот приезжаешь, и приятно находить в городе какие-то характерные особенности именно для этого города. Да, и скульптурки они запоминаются иногда. Вот, пожалуйста. Здесь же находится кафе, где можно выпить чашечку кофе или чего-нибудь еще. Вы знаете, мы, честно говоря, попытались выпить Глинтвейн, и удивительно, просто все было занято, все было забито. Пришлось записываться на другой день. Не знаю, или это было связано с погодой, или просто очень много отдыхающих сейчас здесь тоже, как и летом. Ну вот. Территория отеля. И вот такая здесь еще девушка. Сначала мы подумали, что это русалка, но оказалось, что у нее есть ноги, и это не русалка. Как раз русалки, вот. Русалки стоят возле розы ветров, возле здесь недалеко. А вот там вдалеке вы видите розовое, розовое, ой, розовое, желтое здание, вот вдалеке желтое здание. Это как раз вот отель, единственный, который носит название «Королева Луизы». Исторически носит это название. И так вон там отели есть. Вот розы ветров. Здесь тоже, как и в Светлогорске, и в Зеленоградске. Сейчас я вам покажу на асфальте, на брусчатке. Ну там это солнечные часы, а здесь это указывает направление. Ну типа как компас такой. И всюду зеленоградские шахматы, вот такие напольные. Ну и в центре города, и вот здесь, на променаде. Ну собственно, центр не центр, город-то небольшой, здесь везде центр. В этот раз мы не поехали на горшскую косу, честно говоря, уже просто не хватило ни времени, ни сил. Мы решили это отложить. Я была на горшской косе, но тогда я еще не вела свой канал, и у меня нет съемок оттуда. Вот розы ветров здесь. Здесь летом, ну вот видите, он вдалеке, там стоит что-то типа эстрады, здесь устраивают различные мероприятия. Честно говоря, я смутно представляю, чтобы я залезла в такую погоду на это колесо обозрения. Даже ради обозрения я вот поднялась на водонапорную башню, и мне хватило вполне этого обозрения. Ветер, потому что просто был ураганный, и вот висеть в этой кабинке наверху в такую погоду, я не знаю, это надо быть, наверное, очень или смелым, или глупым человеком. Ну и вот мы с вами как раз подходим к уже в той части, от которой я начинал свои прогулки. Бювет королевы Луизы, и тут этот пирс. Кстати, с пирса ловят очень много рыбы. Там рыбаки постоянно. Вы иногда видите Аню в кадре, кстати, а вы видите, Аня уже одела теплую курточку, и даже капюшон. Здесь кормят чаек. Ну, в общем, такое для меня сомнительное зрелище, честно скажу. Мне как-то всегда страшно, когда я это вижу. Или, может быть, погода такая была. Я не знаю. Как-то всегда какая-то вот тревога. А чайки вообще у меня всегда ассоциируются с тревогой. Даже при хорошей погоде. Ну, к счастью, у нас всего два дня была вот такая погода. А потом уже тепло и солнечно. До 20 градусов доходило. Абсолютно разное восприятие и моря, и города, и отдыха, когда меняется погода. Море вообще другое. Я вам выкладывала видео, где я прощалась с морем. Мы уже уезжали из Геннадрадска. Там спокойное, прозрачное. Так было солнечно, и вот так нас встретила Балтик. Вот это бювет королевы Луизы тоже я вам показывала. Ну, и... Да, вот еще пирс. Ну, по пирсу я снимала в солнечную погоду. В такую погоду, честно говоря, и здесь особо... Очень неприятно было здесь гулять. Он даже какое-то время был закрыт. Пирс, по-моему, один день. Здесь висела решетка, но не пускали сюда. Но, знаете, какая-то есть все-таки прелесть. Вот в таком море. Посмотрите, какое необычное. Даже хорошо, что нам удалось такое море увидеть. Потому что каждый раз, когда я приезжала в Зеленоградск, ну, было достаточно солнечно все-таки. Не было такого шторма, урагана. Вот. И посмотрите, прям как пена такая. И как-то вообще... Есть своя красота в этом, мне так кажется. А это серый балтийский тюлень, который, как вы видели, занесен в Красную Книгу. Они выходили сюда, приезжали, приезжали, приплывали на берег Балтийского моря. Им поставлен памятник. Там все написано. Ну, а это мы уже гуляем дальше по городу. И я вам не показывала. Вот в этой части города есть... Это в центре, возле курортного проспекта. Здесь есть еще вот такой один памятник, который я вам хотела бы показать. Колесо истории. По-моему, он называется. Или колесо времени. Колесо времени, наверное. Да, колесо времени. Видите, вода течет. Как течет время. Очень символичный памятник. Это правда, почему-то вода здесь течет очень грязная. Какая-то желто-зеленая. Ну, какая... Какое время, такая и вода. Но все-таки я решил вам этот памятник тоже показать. Вот он. Я практически все, что было в Зеленодрадске, снимала и вам показывала. Но я еще раз повторюсь, что мне всегда получалось выкладывать день в день. Ну, вы сами понимаете, мы уходили утром, приходили домой вечером. Все время где-то ходили, гуляли, были на море, сидели. И вот. Ну, вот и все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А это, кстати, при въезде в городе Зеленодрадск. Мы жили вот в соседнем доме от того дома, который вы видите. Здесь находится музей филинов и сов. Я его показывала в своем... Свой прошлый приезд. Оно у меня есть в моих видео, в плейлисте. Не хотелось идти туда еще раз, честно говоря. Но не потому, что неинтересно, а потому, что просто, опять же, не хватало времени. И, в принципе, второй раз я бы туда не пошла. Ну, и на прощание, зеленодрадские коты на улицах города. Всем пока-пока. Всем здоровья, добра и благополучия. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Повторюсь еще раз. Всем всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok